Добрый день, дорогие друзья! Опера называется «Magic Mirror», то есть «Волшебное зеркальце». По сказке Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях, конечно, адаптированная, измененная, может быть, немножко осовремененная. Как бы то ни было, спектакль шел в Бостоне с успехом, и сейчас идет здесь, уже прошло два представления, сразу вам скажу, какие остались. Значит, сегодня в пятницу в 4-15 дня, вы успеете еще, если вы живете в Нью-Йорке, и в субботу будет два спектакля, в 12, то есть в полдень, и в 8-45 вечера. Приходите, я думаю, что будет интересно, и можете даже приводить детей, по крайней мере, на дневной спектакль уж обязательно. Приведите, я думаю, что им тоже будет очень интересно. Опер идет на английском языке, имейте это, или на русском? На русском. На русском. С английскими субтитрами. С английскими субтитрами. Спасибо большое. Вот мой сегодняшний гость, он меня поправил, потому что он имеет к этому перепрямое отношение, это Константин Суховецкий. Он пианист, многие его знают очень хорошо, как прекрасного пианиста, победителя или участника, финалиста многих международных конкурсов. В свое время он приехал из Москвы, он учился в Центральной музыкальной школе, у него хорошая, очень наша база, которую он обогатил своим пребыванием в Америке, в частности, в Джульярде, а вот сейчас он занимается многими вещами. Он не только пианист, концертирующий, у него очень большая, кстати, программа на предстоящий сезон сольных выступлений и выступлений с оркестрами, с ансамблями и так далее. Но кроме этого он интересуется театром, он интересуется многими разными вещами, о чем мы сегодня обязательно будем говорить. А к «Волшебному зеркальцу» он имеет самое непосредственное отношение, потому что он там и в большой степени музыкальный руководитель, и пианист. Он играет партию фортепиано, потому что опера написана для инструментального ансамбля и певцов, то есть там не большой симфонический оркестр, а именно инструментальный ансамбль, в котором очень важную роль играет фортепиано. И Константин Суховецкий является пианистом в этом ансамбле. Но кроме этого он занимался с певцами, он сделал много очень интересного и важного для этого спектакля, о чем мы еще попозже немножко поговорим. А сейчас Константину Суховецкому. Но прежде чем начать с ним разговор, опять же я все отодвигаю, отодвигаю. А он очень интересный собеседник, сразу вам скажу, но он очень хороший пианист. Поэтому я хочу, чтобы мы послушали, как он интерпретирует четвертую сонату Прокофьева. Почему я выбрала этот кусочек? Потому что четвертая соната Прокофьева не самая такая легкая для восприятия произведения. Но с первых же звуков вы чувствуете, что Константина интересно слушать. И я хочу, чтобы вы это тоже оценили, получили этому подтверждение. Давайте послушаем и посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Мне очень нравится, что здесь есть эта Прокофьевская загадочность и в то же время лирика. И очень хорошее звучание инструмента. Эту запись вы делали в Тель-Авиве. Вернее, вы не делали, это запись живого выступления, причем конкурсного выступления. Это знаменитый конкурс имени Артура Рубинштейна. Куда вы поехали? В общем, уже достаточно в зрелом возрасте. Это было два года тому назад. А до этого у вас был опыт конкурсный, достаточно большой? Да, на самом деле я провел, наверное, большую часть моей жизни. Играй на конкурсы. Мой первый конкурс был, когда мне было 12 лет. Поэтому к тому моменту я, наверное, на конкурсах 20 уже сыграл. Ну, это помогает или это надоедает? Это может быть и так, и так, на самом деле. Это всегда очень спорный вопрос с конкурсами. Потому что, с одной стороны, я обязан очень многим конкурсам, когда, не обязательно выигрывая первую премию, иногда не выиграв первую премию, сентимент публики оказывается на твоей стороне, сентимент интерес, когда возбуждается, начинается диалог между публикой. Да, если публика тебя полюбила, и даже если ты не получил первую премию, то она за тебя болеет. Конечно, конечно. И запоминает твое имя. Есть столько примеров моих выдающихся коллег, которые сделали огромные шаги вперед в своей карьере, именно сыграв на конкурсе, но не пройдя в финал, а не получив премию, которую публика для них хотела. И поэтому во многом я бы сказал, что все мои конкурсы сработали положительно для меня. Я всегда... Артур Рубинштейн был одним из моих любимых пианистов всегда, поэтому у меня в сердце всегда было желание поехать на его конкурс. Я никогда не был в Израиле, мне всегда было жутко интересно поехать в Израиль. У меня столько друзей, которые постоянно там либо живут, либо ездят, поэтому я наслышал столько всего. И про публику, разумеется, израильскую, особенно в Тель-Авиве, все такие живые очень. Да, 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 горячие, горячие и музыкальные, и музыкальные. Да, да, ну рядом пляж, это способствует хорошему настроению. Поэтому, а у меня до этого, я несколько раз проходил на конкурс, но у меня концерты появлялись, которые попадали на те же даты. Я очень рано для себя принял решение по рекомендациям моего педагога, здесь Джерома Лавенталья, слава богу. В Джульярде, да? Потрясающий американский пианист, который, концертирующий пианист, мы уже далеко за 80. С большим опытом, с большим опытом. И он мне всегда говорил, никогда не отказывайся от концерта ради конкурса. Конкурсы это прекрасно, он всегда лотерея, есть всегда момент удачи, есть момент, нет такого понятия, да, кто лучший пианист или кто лучший скрипач. Это вопрос того, насколько у тебя сегодня случается вдохновение, это вопрос того, как тебя воспринимает жюри, вопрос вот этих всех факторов. То есть там элемент удачи огромный совершенно. Поэтому отказываться от существующих концертов ради того, чтобы, как говорится, стрелять в небо, это, ну, я согласен с ним, что это неправильно. Поэтому у меня всегда получалось так, я проходил на Рубинштейна, потом мне показывался концерт, и я не ехал на конкурс. И это случилось дважды. Вау, да. Поэтому я вместо того, чтобы быть там 10 лет до, я в итоге оказался. Оказался там в конце уже. В конце я уже понимал прекрасно, как бы, знаете, в какой-то момент, я там 10 лет назад, когда я только приехал учиться в Джульярд, и когда мне было 20 лет, я был более конкурсом пианистом, то есть я как бы играл по правилам. И я с удовольствием это делал, как бы для меня главное было, это хорошо подготовиться к конкурсу. А когда как бы 10 лет проходит уже профессиональная деятельность... Концертной жизни, нормальной концертной жизни. Да, но ты понимаешь, что как бы играть просто на то, чтобы все были довольны, да, то есть что-нибудь победить, да, то есть нужно, грубо говоря, сыграть все правильно и чисто. Разумеется, ну, там желательно иметь вдохновение и прочее, но в основном, как бы, конкурсная игра, она, как правило, бывает очень такая стерильно вымуштренная. И интерпретативно, да, то есть как бы, да, я помню по себе, когда я играл перед конкурсом, там, прогоны моим коллегам, педагогам, они говорили, типа, того, что вот только этого не делай на конкурсе, там, в Моцарте, в сонате, там, не сочиняй каденцию, не импровизируй. Типа, это кого-то разозлит. И я помню, что у меня, когда я был моложе, я играл, и у меня были именно на конкурсе, в моменте исполнения, у меня были ощущения такие, что делать не делал, делать не делал. Все время себя надо было контролировать, да. Да, потому что я, в принципе, как бы, я падаю в крайности, я люблю, как бы, идти напролом, ну, не напролом, но, как бы, отдаваться моменту, поэтому, поэтому, когда я уже был на Рубинштейне, то я для себя принял решение, что я не буду играть конкурсом, я буду играть вот так, как будто играю на концерте. Я, на самом деле, получил огромное удовольствие. И, видите, как говорится, никогда ничего зря не бывает, потому что сегодня наша публика увидела отрывок живой трансляции именно с конкурса, на котором я ничего не получил, но съездил прекрасно, и, я считаю, удачно выступил. Да, и посмотрел, и погулял, и сыграл от души, как говорится. Да. А у вас, и мы закончим, как бы, эту программу, я надеюсь, что мы ее закончим, фрагментом из другого вашего конкурсного выступления, здесь уже, в Новом Орлеане, вы играли в 2007 году, да? А что это за конкурс? Я никогда о нем или мало о нем слышала. Это, в принципе, достаточно очень престижный конкурс, своеобразно существует как бы в вакууме фортепиано-конкурсного мира. Это маленький конкурс в Новом Орлеане. И он, там только 12 человек допускаются до конкурса. То есть у них отбор очень сильный происходит. Я не знаю, сколько людей подает. Я могу мою историю рассказать, потому что она как бы такая шоу-бизнес, история очень натуральная. Потому что, на самом деле, удивительное совпадение, что выбрали два фрагмента. Один из конкурса, на котором я ничего не получил, другой из которого я выиграл в Новом Орлеане. Но я его выиграл с третьего захода. Первые два раза меня не допускали к конкурсу. Я помню, что я посылал хорошие записи. Ну, мне казалось, хорошие записи. Опять же таки, мой педагог, тогда я еще был студентом, тоже их, так сказать, одобрил. Он сказал, что да, типа, это достойно. И я присылал, первый раз я прислал запись, причем живую запись конкурса с другого, который я выиграл в Южной Африке. И не прошел. Ну, как бы, я не обижаюсь на такие вещи, мне просто было интересно. Потому что я знаю, что запись действительно... Очень хорошее. Потом я отправил еще один раз ту же самую запись. Так. И опять не прошел. Так. И потом, когда я в третий раз... А мне надо, как бы, опять же таки, прожив всю жизнь на сцене и вообще, как бы, ну, в артистической шоу-бизнесовой среде, я специально использую этот слов, потому что я... Да, мы об этом еще поговорим, да. Еще и к этому тяготеть. Да, был не только в стенах консерватории. Как бы, я умею проигрывать без того, чтобы рвать на себе волосы или, там, кататься по полу. Поэтому меня это не задевает. Мне всегда интересно, как бы, узнать реально, почему. Потому что, когда люди говорят, мне просто не нравится, это тоже окей, это нормально. Да. То есть, тут факт такого есть. Я хочу это услышать. Я хочу это услышать честно. Потому что самое для меня неудобное, когда люди говорят, вообще, ты такой молодец, талантливый, звучишь прекрасно, все здорово, я не знаю, что случилось. Вот это часто мы слышим. Вот это ужасно, да. И тогда я действительно не понимаю, либо мне врут, либо просто люди не понимают, на самом деле, чего они слышат. Что они слушают и что они хотят. Да, что они хотят. Поэтому, как бы, я в третий раз отправил другую запись, прошел на конкурс, приехал, выиграл конкурс. На самом деле, первый раз за 20 лет я получил первую премию от жюри и премию зрительской симпатии. Это никогда не совпадает, потому что премия зрительской симпатии обычно идет там на вторую, в третью премию. И потом уже на приеме комиссия, которая прослушивает заявки предварительные, ко мне подошла достаточно именитая женщина-педагог, которая, американка, которая мне сказала, ой, я очень хорошо помню твои записи, которые ты присылал нам, когда ты не проходил. Я вот не могла понять твои паузы в Моцарте до сих пор, пока я тебя не услышала живьем. Я вот по сей день не понимаю, это был комплимент или нет, потому что... Нет, наверное, это было очень... Наверное, потому что есть человек, когда, так сказать, может быть, вот вы сидите перед публикой, и она видит, что вы проживаете, а в записи это могло просто не передаться. Ну да, но я помню, тогда мне просто... Я даже не знал, что на это сказать, потому что, как бы, за паузой в Моцарте я дважды не проходил на конкурс. Ну, могло и такое быть. Никогда не знаю. Потом я слышал вещи, я очень люблю иногда, всегда, вернее, иногда я всегда пытаюсь сыграть музыку, которую люди не слушают, как правило, на концертном, исполняемую на рояле. И в то время примерно... То есть вы любите играть на рояле оркестровую музыку, переложенную на фортепиано? Да, я люблю играть или редкую фортепианную музыку. Например, в Америке очень мало кто, сейчас гораздо больше, кстати, мало кто знает русского чудесного композитора Мэттнера. Мэттнера, да. Его просто мало играют. Да. И я в 2001 году выучил трагическую сонату Мэттнера. Я, по-моему, был первый человек в Джульярде лет за десять, который ее играл. Тогда я выиграл несколько конкурсов, играя с этой сонатой. И 90% реакции, и члены жюри говорят, какая чудесная музыка. Чудесная музыка, мы ее не знали. И она как бы настолько приятнее членам жюри слушать, чем 25 подряд вторых соната Рахманинова, предположим, которые хорошая соната, но в принципе уже просто там живоуместно и не осталось на бедной. Мы уже так знаем, как она начинается, что я слышу последние аккорды до того, как пианист сыграет первый фассаж вниз в седьмой минор. Поэтому Мэттнера 10 минут потрясающей музыки, свежо, коротко, ясно. То есть у него есть тоже длинные очень такие произведения, которые немножко сложно, 30 минут играть одно и то же. А сонатологически идеально. И быстро в Джульярде начали учить ее играть, играть. Сейчас она стала очень популярной. Но у меня был момент, когда ко мне тоже член жюри подошел на конкурс и сказал, ты знаешь, это такая ужасная музыка, почему ты ее играешь? Я вот не мог за тебя проголосовать, потому что я просто терпеть не могу. Вау! И такое бывает. Да, такое бывает. Как бы опять же таки от именитого человека. Я уже привык, что меня в принципе ничего не удивляет. Но я считаю, что очень важно, как бы я для себя, когда принимаю решение, то я его уже не оспариваю. А там всем не угодишь. Это точно. Это точно. Вы рассказали мне очень интересную вещь, что одновременно с учебой в Центральной музыкальной школе, кстати, у кого вы учились? У Анатолия Яковлевича Рябова. Прекрасный пианист. Да, у вас очень хорошая школа. Вы закончили ЦМШ? Да, 11 лет. С 1 по 11 класс. Все прошли, да? Но кроме этого вы еще занимались эстрадой? Да. Как это случилось? Случилось это на самом деле и случайно, и не случайно. Потому что я всегда, как бы, я всегда у меня было как бы тяготение к, в общем, к сценической работе. Не только за роялем. Быть на сцене. Да, не только в качестве классического пианиста. Мои родители художники. Просто так для проформы. Я должен сказать, что я не из музыкальной или актерской среды. То есть у меня бабушка была балерина. А роди, папа, мама, дядя, тетя, все художники. Выдающиеся художники, отец заслуженный, художник Российской Федерации, академик, народный, все. Но они абсолютно не люди сцены. Они абсолютно не... Мама там просто, по-моему, она так волнуется, что она меня начинает заводить. То есть я... Мне тяжело, когда мама в зале во время моего концерта, потому что она просто трясется от страха. Эти злюида, они меня заезжают. Я говорю, лучше я тебя видеть не буду. Как бы всякий день, где ты не попадаешь мне в поле зрения, потому что мама сидит с бледным лицом, вот такая. Волнуется. Да, я никогда не... Я, в принципе, не волнуюсь. Ну да, художник – человек, который работает в уединении, наедине с холстом или со своими мыслями, идеями. И это совершенно не то, что вы хотели от жизни. Ну, конечно. И потом иногда как бы психологически не хочется слышать вещи, перевыкнула на сцену, типа, ой, я не знаю, как ты это делаешь. Я бы умерла. То есть, когда ты слышишь, я думаю, спасибо. Да. Во, позыв. Я очень люблю, поэтому как бы я... Вы всегда хотели быть на сцене. Я всегда, да, я всегда хотел быть на сцене. И когда в какой-то момент, я, по-моему, был в четвертом классе в ЦМШ, или в пятом, и я обнаружил, что у нас во дворе моего дома, на бывшей улице Желтовского, сейчас Ярмолайский переулок, детский театр-студия обнаружился, который... он был где-то в районе, но он просто, по-моему, тогда переехал именно к нам поблизости. Ну, это перс судьбы. И мы... у меня сестра младшая, которая тоже художник, потрясающая молодая женщина, мы очень близки, и мы вместе с ней всегда как бы пели, там, танцевали и так далее. Поэтому мы пошли в этот театр вдвоем. В эту студию. Да. И я ей аккомпанировал, она пела. И, как бы, мы это дело сделали, и потом предложили мне, не хочу ли я заняться странным вокалом. А мне всегда как бы было интересно, потому что я так или иначе занимался, ну, сальфеджио все равно заставляют петь, просто мы пели там, я не знаю, квартеты из опер. Фрагменты из Арии. Да, 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 куда-куда, куда-куда, да, поэтому вдруг как бы... Сальфеджио Драгомирова до сих пор помню. Да, да, я помню, мы пели это все, это прекрасно, как бы, я учился у Абызовой, которая написала учебник по гармонии в ЦМШ, то есть, как бы, все было очень серьезно, я был композитор, теоретик. Но можно было и немножечко отклониться, и вам захотелось отклониться от этого. А тут, как бы, у меня получалось так, что я приходил из школы домой, как бы, просто переодевался, шел туда, а там мы занимались там пластиком, у меня были номера с балетами, я пел Queen, Show Must Go On, я пел мюзиклы американские, я всегда, в принципе, говорил по-английски хорошо достаточно, поэтому я был один из единственных студентов там, которые, как бы, правдоподобно могли петь на английском, без смешного акцента, поэтому я очень много, просто я отрывался по полной, мне было так весело, и это было прекрасно, потому что я занимался, у меня был еженедельный урок вокала эстрадного, и потом еженедельный урок пластики, то есть, это был, как бы, такой, ну, попсовый танец, грубо говоря, что никогда не... на самом деле очень к месту оказывается, а потом, как бы, это все так получилось, что через пару лет в ЦМШ, опять же-таки, кто-то позвонил из Театра Сатиры и сказали, не рекомендуется ли вы нам ученика, мальчика, который бы играл на рояле в спектакле Сатиры, который Театр Сатиры ставит. Очень необычный спектакль, поставленный западным режиссером, и там, как бы, будет живая музыка в спектакле, они, как часто бывает в театре... То есть, надо играть прямо сидя на сцене во время действия. Да, во время действия. То есть, вы часть спектакля. Да. И тут-то вы побежали. Да, и тут я побежал, и это был спектакль, он назывался «Виктор или дети у власти», и он был поставлен, это пьеса Роже Витрак, французский такой сюрреалист, черный комедийн, сатирист, и была поставлена Франца Роше, швейцарско-французским режиссером, и тогда, как бы, такое созвездие людей было в этом спектакле. Игорь Костолевский главную роль, Раиса Этуш, Мария Романова, потрясающие актеры. Это я, на самом деле, забываю сейчас уже имена всех, кто там был, но что было здорово, это то, что когда я познакомился с Франсуа, и он меня встретил, то он для меня написал роль, и таким образом я оказался на сцене театра как актер, потому что он сказал, что нет, и сидеть просто беззвучно играть, как бы это не то. Без слов, я играю. Да, тебе нужно быть актером, и меня абсолютно все, причем абсолютно все, Юрий Офшаров, вся труппа, они, как меня, взяли под свое крыло, и все время, у меня реально был соблазн великий, на самом деле, пойти. В этот момент просто бросить музыку. Да, то есть у меня не говорят, мы тебя возьмем без экзаменов с Чукинской, просто приходи. Но я как бы всегда оттяготел к роялю в такой степени, и у меня в России, к сожалению, всегда получалось так, что меня заставляли выбирать, то есть мне говорили, ты бросай рояль, становись актером. Ну, потому что на самом деле, по большому счету, каждая из этих профессий требует очень серьезной отдачи, и не у всех получается вот такой баланс, потому что рояль требует серьезных и многочасовых занятий. Конечно. Хотя бы для того, чтобы выучить репертуар, который нужно выучить. Ну да. И вы теперь это, наверное, очень хорошо понимаете, попав именно в Америку. Потому что пока ты учишься, ты этого не замечаешь. Тебе кажется, что ты можешь делать и то, и другое, и пятое, и десятое. Как вы попали в Америку? Я на самом деле всегда очень хотел жить в Америке. И у меня всегда как бы надо мной родители даже посмелились, потому что я всегда говорил, что я хочу жить в Америке до того, как я в Америке первый раз был. Потому что я смотрел кино. Я очень люблю голливудское кино. И поэтому я как бы заразился вот этой сказкой, которую мы видим на экране. Именно жизнь в Нью-Йорке. И я для себя поставил целью жизни, что я уеду в Нью-Йорк. Разумеется, тогда я думал, как еще уехать в Нью-Йорк, надо поспать в Джульярд. Я даже не знал, что есть другие учебные заведения помимо Джульярда. Поэтому я был на гастролях в Штатах, потому что я выиграл конкурс в Цинциннати, в Охайо. И у меня был концерт. Кстати, очень престижный конкурс в Охайо, в Цинциннати. И у меня был концерт в Карнеги Холл, Вайл Холл, в маленьком зале. Да, они устраивают для победителей концерты. Я вот приехал на концерт, и реально просто я пришел в Джульярд с улицы, зашел в Адмиссионс, взял брошюру, прилетел в Москву, заполнил брошюру. То есть меня никто не звал, у меня не было никакого как бы, я не был ничьим протеже. Но у вас было лауреатство конкурса престижного, и вас взяли. Да, я помню, я когда записывал пленку для подачи документов, то я записывал ее на этот бумбокс, на магнитофон стерео. На старый еще, старый, могли ли мы с лентой? Да, и там когда, да, с лентой, и как бы, разумеется, никакой речи там о том, что там что-то резать не было. Поэтому я сидел в классе, в ЦМШ записывал, и постоянно кто-то в соседний класс заходил, хлопал дверью, и у меня приходилось начать сначала. И когда я уже приехал в Джульярд, поступил все это, мне потом, говорит, ты прислал пленку настолько ужасного качества, что мы просто догадывались, что ты играть можешь. Но, говорит, мы кроме скрипа и хлопания на дверей ничего не слышали. Оперу написала Полина Назайкинская, она была некоторое время тому назад у нас в программе, мы говорили об этой опере, о других произведениях Полины. А вот каким образом Константин попал в эту оперу, он нам сейчас расскажет. Но мы сейчас посмотрим маленький фрагментик из этой оперы, где поет одна из главных героиней, один из главных персонажей. То есть это злая царица, которая смотрит в свое зеркальце. Это на русском языке, но мне кажется, что там дикция не такая хорошая, может быть, запись не очень хорошая. Я даже не поняла, что это на русском языке. Давайте посмотрим этот фрагмент. Жарится счастливой своей красотой, упивается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и это певица русскоязычная. Нет, это американка. Американ, вот почему я ничего не поняла. Понятно. Но у вас занято и русские певцы заняты, русскоязычные. Да, у нас несколько русскоязычных певцов, но подавляющее большинство американцев. Американцы. Очень хорошие ребята. Вы с ними работали, именно с вокалистами. Вы много работали. Да, в основном я присоединился к проекту где-то за месяц до премьеры. Мне пьем полина и сказал, Костя, я написал оперу, опера ставится постой. Я бы так хотел, чтобы ты приехал и помог довести проект до премьеры. И поэтому я очень люблю Полину музыку, мои близкие друзья, поэтому я расчистил мусорское расписание и приехал в Босс. И пришлось... То есть самое сложное это работать с американцами, которые когда-нибудь пели по-русски, которые не понимают произношение, звучание языка. И разумеется потом... И не понимают смысла того, о чем они поют. Да, то есть важен под текст. То есть перевод в всех нотах написан. Как бы певец, у них прописан перевод. Да, но что значит каждое слово? Каждое слово в контексте. И что у каждого слова же есть много значений под текст. Тем более здесь либретто в основном... Оно написано Полиной, но тем не менее это в основе своей Пушкина. Поэтому оно адаптировано немножко. Ну да, но все-таки это русский стихотворный текст, к которому довольно трудно привыкли. Который при этом еще архаичный. То есть даже по-русски так люди не разговаривают. Потому что не разговариваясь... Это «Аль, откажешь мне в ответе». Так же никто не говорит больше. Поэтому... И, кстати, это даже произнести трудно даже на русском языке. «Аль, откажешь мне в ответе». Поэтому, да. Поэтому, когда Елисей говорит солнцем и спрашивает, ищет свою невесту, которая в хрустальном гробу спит, то он поет им «Аль, откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете». Для американца это выговорить очень сложно. И мало того, что вы говорите, сначала мы занимаемся просто элементарной дикцией, как это объясняет, а потом как бы как актеру это интерпретировать, чтобы не выглядеть, ну, тоже преувеличенно или неестественно. Это достаточно сложно. Особенно, как бы, в сказочном персонаже, они, как правило, подталкивают исполнителей, актеров, к такому, как бы, очень нарочитому актерскому поведению, которое может выглядеть... Ну, естественно. Да, может выглядеть здорово, если это в нужном градусе, а может выглядеть немножко комедийно. Здесь, как бы, это трагическая, очень драматическая музыка, поэтому... Вот появляется исполнительница роли патчерицы, я так понимаю, да? Да, это наша принцесса. Это... Тоже исполнительница. Как раз Белоснежка. Ну, прототип. Или Белоснежка, или, да, ну, царевна. Вот Чернявка. Чернявка, да. Чернявка Лен Дудочкина, прекрасная русскоговорящая певица. Да, мы ее знаем, она была у нас в программе. А... Принцесса. Принцесса Эрин, американка. Угу. То есть в этом состояла ваша, как бы, деятельность, ваша связь с этой оперой, это работа с певцами. Кто работал с инструменталистами? Ну, Лида Янковская, как наш ведущий дирижер, музыкальный директор, музыкальный руководитель всего ансамбля, она занималась и с певцами, и с исполнителями. И она всем этим дирижирует, в прямом смысле слова. Ну, да, она все это собирает вместе, как бы, да. То есть, как бы, она работала с Полиной вместе очень долго. Но есть еще и режиссер. Да, конечно, Эрин, наша режиссер-постановщик, балетмейстер непосредственно, которая, как бы, работает над движением по сцене, которая разработала все танцевые народные сцены групповые. Потому что, когда на сцене появляются крестьяне, которые, как бы, празднуют сцены... А, то есть, там и массовые сцены, и танцевальные сцены. Это забавно, это полноценный спектакль. Достаточно длинная опера? Час-пятнадцать минут. Час-пятнадцать минут. Друзья, вы просто обязаны взять своих детей, отправиться туда и посмотреть, и послушать. Я думаю, что будет очень и очень интересно. Но мне хочется просто... Во-первых, у нас осталось не так много времени. Мне хочется открыть линию, чтобы люди имели возможность задать свои вопросы Константину. 2-0-1-461-13-84. 2-0-1-461-13-84. Это первое. Второе. Я не знаю, правда, кто у нас на линии. И я надеюсь, что найдется человек, который может... Да, уже есть человек, который готов принимать ваши звонки. 2-0-1-461-13-84. А, во-вторых, я хочу, пока вы собираетесь с мыслями и задаете вопросы, спросить у Константина. Как здесь... Вот я вижу, вот этот проект у вас есть. Такой, как бы музыкально-театрально вы объединили ваши две страсти. Как вообще вам удается... Удается ли, вернее, вот в заботе о построении своей карьеры, жизни, грубо говоря, зарабатывании денег, сочетать концертную деятельность пианиста с вашей любовью к театру, к актерской игре, может быть, даже, к оформлению театральному? Что вы с этим делаете? Ну, я как бы, я сейчас живу в нескольких параллельных... Мирах. Мирах, которые я всячески пытаюсь... Приблизить друг к другу. Приблизить и скрестить. И вот сейчас у меня весной будет моноспектакль, который Полина, над которым сейчас работает для меня, который в себе будет сочетать и живую музыку, сыгранную на рояле, и драматический текст, и актерскую работу. А вот интересно, эта музыка будет специально написана или это будет классическая музыка? Специально написанная Полина для меня. Да, то есть это будет, грубо говоря, произведение, сочиненное для меня Полиной, но это будет не только в жанре музыки, это будет... Такая музыкальная монодрама. Да, то есть это будет монодрама, Полина это называется моноспектакль. Я это назвал one-man-show, предположим. Может быть, это звучит немножко слишком попсово для того, что это будет, потому что, зная Полину, это будет очень глубоко и трагично. Серьезно? Я люблю это, очень серьезно. Это будет серьезно. Да, но мы планируем, как бы, я очень люблю использовать какие-то элементы технологии, то есть не превращать все в технологические, как бы... Ну да, но чтобы было и видео, и какие-то там картинки, слайды, свет, шум. Да, я думаю, что, скорее всего, будут шумовые какие-то звуки, будут спецэффекты, связанные с живым роялем, которые, как бы, я буду исполнять на рояле, которые в Полинном воображении сейчас существуют. Я их еще не видел, но я знаю, что Полина это может сделать лучше, чем кто бы иной. Очень интересно. И она понимает, как бы, то, что мне интересно делать на сцене, поэтому я ей доверяю. Константин, как много у вас концертов? Есть ли концерты, вот, именно классические, где вы выступаете как чисто пианист? Да, у меня в Нью-Йорке сейчас приближается 30 октября, будет концерт в Колумбийском университете, в итальянском институте, как его знают, Касса Итальяна. Это такое очень красивое итальянское палаццо, в котором будет вечер. Но, опять же, я просто, я всегда стараюсь создать историю, поэтому я буду работать с моей коллегой, актрисой, режиссером американской, она в телевидении снимается. И с ее помощью мы создадим, как бы, историю, которая вместе будет склеивать мои оперные транскрипции. То есть, весь вечер будет эксклюзивно моих оперных транскрипций. Это вот как раз то, о чем вы говорили, что вам нравится играть то, что на фортепиано обычно играют очень редко или совсем не играют. Да, в данной ситуации, как бы, это никто не играет. То есть, вы стали аранжировщиком, вы стали кем-то вроде композитора, потому что большое симфоническое произведение, тем более оперное, переложить для фортепиано. Мы знаем, лист это хорошо делает. И, кстати, многие пианисты это делают. Да, это... Михаил Плетнев. Да, конечно. Женя Судьбин, вот которого я недавно слышала в Вербье, он очень интересный делает аранжировки. Марк Андре Хемлин это делает. Это делают очень многие. Многие пианисты, им хочется что-то новое, что-то интересное. Что вы включаете в эту программу? 30 октября? 30 октября. 30 октября, Колумбийский университет, касса итальяна. Если вы пойдете на Google, вы узнаете. Да, да. И там, на самом деле, бесплатный вход, но там всего 250, по-моему, мест. Поэтому я рекомендую всем заранее с ними связаться. Зарезервировать эти места, да. Потому что это только один вечер. И так как это в итальянском институте, то центром будет моя транскрипция «Травиаты». Ага. Вокруг нее будет последний акт «Капричо», последний опера Рихарда Штрауса, монолог «Графини», сцена из «Манон», сцена «Сан Сульпис» и четыре последние песни Рихарда Штрауса, которые я сейчас заканчиваю тоже транскрипцией. И, может быть, если время позволит, последний акт Евгения Онегина. Да, это очень трудно, потому что вот какие требования или какие сложности для вас, как пианиста, именно как исполнителя, представляют вот эти переложения? Ну, я это как бы, это мой проект страстный, как бы, поэтому я очень люблю оперу, я очень люблю оперу. Я знаю оперу очень хорошо. И все эти оперы, которые я перекладываю, я знаю наизусть. Я знаю оркестровку, я знаю все партии, я знаю каждое слово, каждое движение, постановку даже. Я все это видел живьем очень много раз. И моя любовь, как бы, к театрализованному действию, мне дает возможность, играя эту музыку, быть гораздо более драматичным, чем когда я играю более абстрактные произведения, как я имею в виду сонату Бетховена, предположим, которые действительно более интеллектуально абстрактные, нежели чем страстно-сиюминутные. А я очень люблю на сцене именно момент, как бы, действия. По поводу Бетховена я не совсем готова с вами согласиться, потому что за каждой сонатой Бетховена, так же, как и за сонатой Моцарта, так же, как и за каждой сонатой Гайдена, есть обязательно драма. Мы забываем о том, что в 18 веке театр был главным жанром. Конечно, драма есть просто. И когда сегодня мы слушаем Бетховена, другое дело, что да, это не та драма, которая конкретно мы знаем на сцене была. Вот когда мы смотрим Евгения Онегина, да, мы помним каждый поворот сюжета, каждое движение. И там более конкретно лежит что-то за каждым звуком. В этом отношении, да. Это как раз то, о чем я говорил, потому что, разумеется, драма со всей музыкой находится, иначе просто голые ноты, иначе компьютер, как он играет с Гарри Каспаровым, точно так же может играть на рояле, что сейчас уже компьютеры делают. Поэтому просто когда я играю классический, стандартный репертуар, то я всегда придумываю сюжетную дорожку, которая является моим секретом. Это один из актерских приемов, которые я не разглашаю. Я всегда играю конкретику. Просто это то, что у меня в голове происходит, а звуки как бы выходят совершенно иначе. Они проецируют ваше внутреннее состояние. Да, для меня всегда необходимо знать точно. А когда я играю оперную сцену, которая уже прописана. Вы уже знаете точно. Я знаю, как бы, сейчас. И на самом деле, что сложно, это надо сыграть, сыграть, как, я не знаю, как бы, какую-то скромность 16-летней Татьяны, например, как это сыграть на рояле. Вот это интересно, это как бы своего рода вызов такой. Конечно. Потом, я люблю делать транскрипции, как бы, то, что я делаю, это мое акустическое впечатление того, что я слышу сидя в оперном театре. Я не делаю рапсодии на тему. Я использую реальное время оперного действия. То есть, у меня сцена, как она вот в опере начинается, так же она начинается. И она протекает, в принципе, без купюр. То есть, я не делаю какие-то, как бы, фантазии. Не попури, не фантазии на темы. Да, а это именно вот фортепианное переложение конкретной оперной сцены. Да, в конкретном, достаточно абсолютно неизмененном, но за мельчайшими деталями, как бы, проистечении во времени. И здесь, как бы, для меня, я на протяжении многих лет разрабатывал некую технику звукоизвлечения, которая мне интересна, которая мне позволяет полностью отъединить мелодию от аккомпанемента. Да, чтобы они не растворялись друг в друге, чтобы люди слышали вокальную строчку. Несмотря ни на что. И, как бы, для меня интересно именно то, насколько я могу создать совершенно такой 3D-сложный оркестровый аккомпанемент на рояле, при этом, как бы, всегда поддерживая, как бы, лазерность мелодии, которая слышна постоянно, которая находится не сверху, а внутри этой фактуры. Да, это очень интересно. Поэтому именно Рихард Шраус, мой любимый композитор, именно потому, что у него всегда вокальная линия, в отличие, предположим, от Верди или даже от Чайковского, она, как бы, находится ровно посередине оркестрового звучания. Да. Спасибо большое, Константин. Спасибо вам, друзья, за внимание. До новых встреч. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok